Выборы президента Российской Федерации начнутся уже 15 марта. Ни одно серьезное голосование не обходится без фейков. Эксперты предполагают, что в этот раз волна лжи будет особенно большой. О том, кому это выгодно и как не повестись на дезинформацию, мы сегодня поговорим с руководителем общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексеем Чесноковым. Здравствуйте. Самый логичный вопрос. Сейчас уже какие-то фейки гуляют по сети? Уже начали атаковать информационно наши новые территории. Но не только информационно. Наверное, знаете, что прицельно бьют артиллерии как раз по избирательным участкам и распространяется информация об угрозах, в том числе террористического характера. Но это в первую очередь на новых территориях. Что касается Алтайского края, процесс начался ни сегодня, ни вчера, за несколько месяцев, может быть, даже лет до выборов президента. Некоторые инструменты наши зарубежные партнеры уже проверили во время единого дня голосования в прошлом году, в сентябре. Ага. Вот эти инструменты можно поподробнее? То есть на каких-то примерах хотелось бы услышать? К сожалению, это целая технология. Если мы помним, целый был массив публикаций о том, что на избирательных участках вас ждут налоговики, вас ждут судебные приставы, вас ждут сотрудники военкоматов. Говорили о том, что отдельные участки даже заминированы. Понятно, что ничего не подтвердилось. Необходимо вызвать было боязнь, страх в обществе, нежелание идти на выбор, нежелание выбирать свое будущее. Тут проблема в том, что Россия страна большая и обладает и территориями, и замечательным населением, и ресурсами. И последние несколько сотен лет западный англосаксонский мир, я думаю, что тоже ни для кого не секрет, воспринимает нас как такую угрозу на свое существование. Нас просто не могут понять. И если посмотреть те удары, которые наносятся, понятно, что сейчас идет гибридная война. Это война экономическая, это война информационная. Мы помним, когда началась специальная военная операция, какая масса фейков просто вываливалась. Буквально россиян отменяли за рубежом. Мы помним фейк, который касается Буччи. Ну, абсолютно никакой критики не выдерживает. Инструменты, к сожалению, инструменты, это все используется и будет использоваться сейчас. Если посмотреть, что мы прогнозируем, на прошлой неделе в Барнауле состоялся круглый стол, как раз по противовестию фейкам и провокации. Мы собирали представители органов государственной власти, прокуратуры, иных правоохранительных органов, политологов, даже историков. И попытались спрогнозировать, что нас ожидает. Ну, во-первых, это будет удар по самим выборам. Почему бьют по выборам? Это очень просто. Выборы формируют высших у нас государственный аппарат. То есть губернатор, президенты, главу органов местного управления выбирают с населением. Дальше уже они формируют весь остальной механизм государства. Поэтому, когда начинают бить по выборам, уменьшают доверие общества и государства, расшатывают нашу ситуацию изнутри. Поэтому само недоверие к избирательной системе, дискредитации выборов как института будут бить по ДЭК 100%, вызвать недоверие, будут вызывать панические настроения. Это безопасность обеспечена, но тем не менее могут появляться сведения о том, что якобы что-то где-то там заминировано, где-то есть угрозы. Будут дискредитировать конкретных кандидатов, какие-то ролики, там информация появится. Блогеры это любят, это горячие факты. Читатели это любят, поэтому лайки все-таки. Поэтому многие граждане, сами не зная, что способствуют в чем-то в разрушению России, это все распространяют. Не очень хорошо, надо обладать критическим мышлением, понимать, что человек делает. Вот как раз вопрос касательно ДЭК. То есть у нас получается электронное голосование, ну скажем так, для Алтайского края уже не новинка, в том году его пробовали на выборах губернатора и теперь вот уже президента так выбираем. Вопрос в том, насколько много фейков о ДЭК сейчас появляется. То есть можете предположить, какие они будут, чтобы, может быть, предостеречь? Ну, по ДЭК пока бьют в целом, ставя под сомнение вообще надежность. Ну, извините, если сравнить дистанционно-электронное голосование, которое защищается и там и криптозащита, и используется защита серверов. Ну, вот элементарно такая мера. Когда расшифровывают данные о голосовании, чтобы результаты подвести, это все хранится на ноутбуке, который не то что к сети, вообще ни к чему не подключен. Там невозможно никак оттуда снять информацию. То есть мера защиты беспрецедентны. Наблюдение очень серьезно осуществляется. И давайте сравним с тем, что происходит в западных странах. Ну, например, в Эстонии там тоже есть дистанционно-электронное голосование. Ну, там легко гражданин не только определить, кто проголосовал, но и то, как он проголосовал. То есть нарушается тайна голосования. Давайте вспомним, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Голосование по почте, когда голосуют массово умершие люди. Голосуют фактически мигранты. То есть это несравнимо. Уровень защиты беспрецедентный. Но нужно опять же понимать, что ДЭК не исключает возможность традиционного голосования для кого-то. Это ритуал. Прийти поздороваться, увидеть знакомых. Что касается стандартных выборов, когда приходишь на участок и, соответственно, голосуешь. Может быть, в этом году по вашим, ну, скажем так, предположениям, какие-то новые фейки могут появиться? То есть там не только может быть о минировании, но и что-то другое? Здесь на самом деле предугадать нельзя. Скажу честно, что мы к этому готовимся. Самый главный способ борьбы с фейками – это информационное сопровождение. То есть появляется информация. Не только мы этим занимаемся, конечно. Этим занимаются и институции гражданского общества, и средства массовой информации. Информация оперативно проверяется. При необходимости направляется мобильная группа, и мы даем официальный ответ. Вот если в течение часа гражданам уже сказали, как на самом деле, показали фотографии, показали видеозаписи, дали интервью с наблюдателем, который там присутствовал. Ну, понятно, что возникает доверие, и этот фейк рассыпается. В целом, что нового можно ожидать? Ну, наверное, буду говорить о каких-то угрозах. Угрозах, возможно, я предполагаю, о том, что утекут все эти персональные данные в связи с использованием ДЭК, что, кстати, тоже невозможно. О том, что можно через ДЭК нарисовать дополнительных избирателей. Там на самом деле физически мы проверяли, с учетом того, что база формирует очень много государственных органов, находится на разных дата-центрах, многократно перепроверяется. То есть вы регистрируетесь на госуслугах, после этого переходите на портал голосования, база формирует разные органы. Там просто невозможно кого-то, извините, левого внести. Вот это все будет подвергаться сомнению. Ну, я думаю, что все будет хорошо. То есть, получается, в теории фейк там можно разоблачить даже за час. То есть как вот можно поподробнее рассказать о том, как вообще работает безопасность у нас в Алтайском крае в этом плане? Ну, почему я говорю час? Это как у медиков. Если через час отреагировал, вероятность спасти, предотвратить это гораздо быстрее, пока волна не поднялась, пока не подхватили соцсети. В целом, вот фейк достаточно избитое такое выражение. Ведь есть же еще и полуправда, когда берут какой-то технический факт, начинают раздувать из мухи слона, что все пропало, выборы сорваны. Ну, вот конкретная ситуация. Одна бабушка из Бийска вот в прошлом году не нашла свой избирательный участок. Но сейчас, я думаю, такого не произойдет. У нас Inform Week активно работает, теперь все знают, где нужно голосовать. И буквально это подхватили и говорили о том, что участки срочно поменяли, дислокацию и так далее. Ну, то есть, фактически, какое-то непонимание, оно превращается уже в волну. Или берется техническое нарушение, которое не влияет на волю избирателей. Ну, ни о чем не говорит, кроме того, что, может быть, доказать нужно впоследствии членов избирательной комиссии. А представляется это как нарушение, которое в целом может выборы сорвать. Вот этого мы тоже, к сожалению, ждем. И здесь просто нужно для граждан правильно с юридическим как раз обоснованием информацию доводить. Главный способ борьбы. Получается, главный способ защититься от фейков – это просто мыслить критически и постоянно перепроверять информацию. Может быть, еще какой-то есть совет? Ну, есть у нас источники официальной информации. У нас есть Крайсберком сайт, есть Центральная избирательная комиссия сайт, есть сайт у нас и Телеграм-канал, наблюдаем общественное наблюдение 22.ру, общественное штабное наблюдение за выборами в Алтайском крае. Мы абсолютно независимы, мы находимся при общественной палате Алтайского края, стараемся максимально все перепроверять. То есть, здесь вопрос в системном подходе. Вернемся, опять же, к фейкам. Вообще, если взять, например, выборы губернатора, то сколько там было примерно хотя бы зафиксировано фейков? Ну, по крайней мере, четыре факта. Это было зафиксировано и с массовым подбозом наблюдателей, и с принуждением, там, чуть ли не под дулами автоматов, извините, ведут. Я, кстати, не шучу. Мне демонстрировали видеозапись, это ролик, который достаточно часто транслировался на телевидении, например, Франции, где в наших новых республиках люди, похожие на форум вооруженности Российской Федерации, вылавливали людей на улицах, буквально под дулом автоматов ввели их и заставляли голосовать за конкретного кандидата. Ну, это полная чушь. И вот таких вещей будет очень много. Ну, мы прививку хорошую получили. Помните, когда началось СВО, заходишь на любой заурбежный сайт и попадаешь в другой мир, в зазеркале, где черный перепутан с белым. Ну, мы к этому привыкли, ожидаем еще одной волны, я думаю, что легко ее пройдем. Вот такой вопрос касательно, скажем так, объема фейков. Потому что я слышал, что эксперты утверждают, что когда присоединяли новые территории, соответственно, голосование было, уже тогда серьезные фейки как раз были, и это была лишь как бы тренировка для Запада. Вот не считайте, что в предстоящих выборах вообще будет все напряженно? Насколько увеличится число фейков? Идет когнитивная война. Война на то, чтобы исказить восприятие. Честно скажу, и здесь мы ожидаем, что в Алтайском крае сильно большой волны не будет. Будут атаковать новые наши территории. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ну, вот я могу статистику за сентябрь прошлого года сравнить. Вот у нас 4 фейковые информации, а только по городу Москвы, Москве мы насчитывали 137. И вот им приходилось с этим что-то делать. Вот в целом, конечно, будут бить, но вот на территории края уже мы наладили канал взаимодействия с прокуратурой, следственным комитетом, с органом внутренних дел. Будем информацией обмениваться, будем перепроверять, в некотором случае делать запрос. Я думаю, что мы справимся. Ну, и вопрос, конечно, про работу наблюдателей. То есть, как они будут отрабатывать выборы поподробнее? Ну, само присутствие наблюдателей уже добавляет спокойствие. Это чей-то супруг, чей-то сосед, чей-то одноклассник. Вот мы приходим на участок, видим знакомое лицо. И уже мы понимаем, что это человек, которого вряд ли подкупили. И у него есть знакомый, он может убедиться прийти, посмотреть, как на самом деле происходит. Я, когда пришел в систему наблюдения, в общественную палату Алтайского края, я очень изменил свое отношение к выборам. Причем в лучшую сторону. Потому что, когда смотришь, как это на самом деле происходит, смотришь, что на самом деле лазеек-то здесь практически-то и нет. Относишься лучше. Кроме того, наблюдатели – это живой свидетель того, что происходит. Я могу тоже пример такой привести. Это было два года назад. Гражданин уже в возрасте. Появился видеоролик гражданина, который более минуты пытался что-то просунуть в ящик для голосования. И с комментариями там сзади снимали. Это был вброс. Там столько-то бюллетей не закинул. Нам пришлось задействовать наблюдателя, который это видел. Нам пришлось информацию с камер снимать. А там действительно просто дедушка старенький. У него руки трясутся. Он одним и тем же бюллетенем не может попасть. Мы прям по секундам засекали. А необходимый ракурс. И понеслась сложная информация. Вот наблюдатели – это свидетели того, что все хорошо. И кроме того, наблюдатели – это часть общества. Это представители нашего населения, нашего многонационального народа. Это способ связать власть населения. Ну и, наверное, всю нашу большую страну, которая стремится к победе, к своему развитию, к прогрессу. Вот вы еще упомянули то, что в принципе в Алтайском крае фейков не так уж и много. Ну, конечно, по сравнению с Москвой это вообще ничтожное количество. А вот если сравнить с регионами Сибири, то где больше всего? Примерно одинаковая статистика. Почему-то больше бьют по Кемерской области. Вот не могу даже сейчас сказать, почему. Вот мы общаемся с общественной палатой. Вот побольше немножко в Красноярском крае было. Но на Сибирске, исходя из населения, это более урбанизированный город. То есть, наверное, у нас все-таки ниже среднего. Ниже среднего, хотя вот примерно сравнимо. Но в целом Сибирь не так интересно. Не так интересно, наверное. И если посмотреть характер фейков, в основном все-таки это полуправда. То есть, берут какое-то техническое, да, это нарушение, но оно исправимо, оно ни на что не влияет. И это нарушение транслируется как очень-очень серьезный проступок, который ставят вообще под сомнение выборы. В основном с этим приходится бороться. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо большое за достаточно интересный диалог. Готовимся к выборам. Ну, а я напомню, что сегодня с нами в студии был руководитель общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков. Продолжение следует...